Начнем с того, что несмотря на более меньшие размеры, этот планшет сохранил полностью характеристики Ativa TV5. Точно такой же процессор, а там двухъядерный, 64 гигабайта встроенной памяти SSD, 2 гигабайта оперативной памяти, что позволяет быстро работать ему. И по всему этому у него стоит версия Windows не RT, а стоит обычный Windows 8. Что не может не радовать повседневных пользователей и тем, кому что-то необходимо на работе, какие-то используют определенные приложения. Роман, я просто вижу, здесь есть клавиатура, причем она располагается довольно необычно. То есть вроде как это часть чехла с одной стороны, с другой стороны Ativa TV5 имеет собственный отдельный чехол. Не мог бы ты показать, как это все длинно выглядит? Клавиатура, соответственно, работает посредством Bluetooth. Она идет, эта док-станция идет непосредственно с моим планшетом. Можно использовать планшет отдельно без клавиатуры, просто снять с ним непосредственно с чехлом. Можно, конечно, его вытащить из чехла и использовать все это в комплекте. Будет в продажную стоимость? Полностью, да. Сейчас, секундочку. И отдельно планшет выглядит следующим образом. Соответственно, он достаточно очень тонкий, как можно заметить. У него толщина всего 8,2 мм и вес 550 грамм. При таких небольших размерах все-таки здесь установлено Windows 8, не RT-версия, что позволяет его использовать как полноценный компьютер. Он, в каком-то смысле, немножко напоминает ли Windows 8? Может быть, из-за того, что он белого цвета? На самом деле, может быть, белого цвета, но на самом деле, все-таки больше он склонен напоминать ATIV. Это продолжение ATIV 5 и более-менее диагонали до 7. Окей, спасибо тебе большое.